Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас мы продолжаем говорить о посевах этого 2019 года. И я вот потихоньку, помаленьку дошла до баклажан. Баклажаны у нас стоят у меня лично особо, отдельная группа, потому что они считаются у нас самыми капризными, самыми такими неженками. Их нельзя, как томаты, не высадить в тоннели. Их нельзя никуда при пониженных температурах. Они очень чувствительны ко всем этим и очень быстро погибает рассада. Восприимчивы к болезням, чувствительны к перепадам температур. При пониженных температурах нельзя. Я сразу скажу, что я баклажанами, вот как для выращивания рассады, например, на продажу, занимаюсь в самом-самом меньшем количестве и считаю их самыми трудными, самыми капризными и самыми тяжело достающимися. Большие трудозатраты, большое внимание они требуют. Если томаты у нас стоят на первом месте как совсем неприхотливые, я их считаю, с ними можно делать хоть что. И при низких температурах, и при небольшом перепад температур, мало солнца, они все это могут пережить. То баклажаны при недостатке солнечного света, они вытягиваются, слабеют, естественно, делаются болезненными. И очень у многих рассада баклажан не получается. Я вот принадлежу к этому числу, тех неудачников, которые на протяжении многих-многих лет я не могла вырастить полноценную рассаду баклажанов. Как у меня происходило по такой схеме? Покупала семена в магазине, сеяла. Один год вообще ничего не всходило. Я не знаю, с чем это было связано, но вообще не было посевов. Второй год, если что-то всходило, они были слабые такие, ну, очень слабенькие. Они заболевали, постоянно начиналась или черная ножка, или там какие-то корневые гнили. И до грунта я не могла довести рассаду в течение трех или даже четырех лет. Рассада погибала, я шла на базар, покупала готовую вот такую здоровую рассаду и удивлялась всегда, как люди ее выращивают. Но потом второй год, третий, четвертый я делала, не отказывалась, делала посевы, снова сеяла и каждый год надеялась, что рассада у меня вырастет. И вот однажды рассада у меня выросла, и, ну, все приходит с опытом, с годами, со временем. И постепенно, постепенно я научилась ее выращивать, и я даже выращиваю ее на продажу. Но все-таки баклажан я стараюсь обходить стороной, потому что это очень сложно. В таких количествах никогда не вырастешь баклажаны, сколько томаты. Для себя даже выращивать ее и то сложно, потому что я стараюсь отказаться от посева баклажан в ранние сроки, вот в январе, когда сею перец, потому что мне не нужен ранний урожай баклажан. Ранний урожай я понимаю какой? Который можно употребить в свежем виде, там помидоры, огурцы, перцы, это я все выращиваю. А так как сырой баклажан мы едим очень редко, я вот вообще не употребляю сырые баклажаны, ранний урожай баклажан мне не нужен. Поэтому в январе я его не буду сеять вообще, в январе только томаты и перцы. В нашем сибирском регионе, вот я живу в городе Виски, высевают баклажаны все в феврале, с 1 по 20. Даже в феврале в ранние сроки я сеять не буду, потому что, еще раз говорю, из-за капризности, из-за того, что долго их выращивать, чревато тем, что они и вытягиваются, и бледнеют, и слабеют. Я буду сеять баклажаны в середине февраля. Сейчас расскажу по сортам. Какие сорта и как начинать сеять баклажаны, если вы вообще впервые хотите вырасти эту культуру? Чтобы вы понимали, делаем все так же, как с перцами. У них тоже длительный срок вегетации, их нельзя откладывать, посев на март. В крайнем случае, в начале марта можно посеять скороспелые сорта. Сеем желательно в феврале, потому что вот я прочитала, вот нынче буду сеять вот эти вот, 130 дней, 125 дней. Срок вегетации такой же длительный, как у перцев, поэтому их сеем мы в феврале, но для того, чтобы поспели они. И начинаем сеять по такой же схеме. В первую очередь выбираем сорта с самым длительным периодом плодоношения, то есть, это которые обычно они высокорослые, крупноплодные. Вот у меня здесь, я сейчас просто для примера вам прочитаю. Один баклажан сорт, так, вот с маленького. Вот баклажан нижневолвский, 50-70 сантиметров в высоту. Это значит, будет он вот такой вот. Значит, он пораньше сформирует куст, пораньше завяжутся у него плоды. И если плоды у него небольшие, вот 150-250 грамм, то значит, он у вас может вызреть нормально и дать вам хороший урожай. Второй сорт, баклажан Ятаган, 70-80 сантиметров. Это уже он будет вот человеку в половину. Вот я метр 60-80 сантиметров, это половина человеческого роста. И следующий баклажан вот здесь. Я просто для примера взяла три сорта. Лава 70-100 сантиметров. 100 сантиметров это уже вот так. Это значит, огромный куст баклажанова будет вот такой. И у него, естественно, что ему потребуется больше времени для формирования вот самого куста, для формирования плодов, потом для созревания плодов. Так что, если некоторые думают, что мы начинаем посев с ранних сортов, потом средние, потом поздние. Нет, мы начинаем, наоборот, так же, как с перцев, с позднеспелых сортов, которые просто называем поздние сорта, которым от сходов до первого плода нужно прорасти. У нас 125-130 дней, есть еще и больше, есть и 140. Во вторую волну мы сеем среднеспелые сорта, которые между этими и между скороспелыми. И в последнюю очередь можно сеять скороспелые сорта. Вот я, ну, скороспелые они или ранние. Я в прошлом году сеяла Вера, сорт это наш районированный. Он очень быстро сеял, в начале марта. Он так же догоняет, он невысокий. Но у него не всем нравятся, вот все любят вот такие плодовытюнтые формы, а у него как грушевидная, так и вот так вот, толстая такая. Не все любят такие сорта. Есть же и круглые, и колобковые, и всякие. Я сразу скажу, что я баклажанами сильно не увлекаюсь. Я не веду ни статистику по ним, не изучаю какую-то дополнительную информацию, потому что я не собираю с них семена, я пыталась год или два собирала. Но это очень сложно, сложнее, чем на томатах, так как срок вегетации длительный. Они созревают очень поздно. У нас в это время уже глубокая осень, иногда даже начинаются заморозки. Сибирский регион не самое благоприятное такое место, комфортное для выращивания баклажан. Если честно, вот там, где я родилась, в сельской местности, я перцы болгарские увидела в 10 лет. К нам они пришли позже томатов. Томаты испокон веку. Там и бабушка с дедушкой выращивали, и мама. И мы все это знаем о томатах. Перцы появились позже, я увидела первый перец в 10 лет. А баклажан в живом виде, вот натуральный, я увидела в 25 лет. Только тогда, когда начали появляться вот эти всякие импортные семена, садовые центры, раньше их не было. И теперь уже, так как они очень сложные в выращивании, я решила, что уже не стоит их сильно так досконально изучать, как томаты и как перцы, биться над ними. Вот столько много затрат. Я выращиваю для себя 10-15 кустиков. Тем более у нас, мы не сильно их любим, ну или как можно перефразировать, может быть не умеем так вкусно готовить. Мы к ним не приучены, не привыкши. Я вот эту вот вам информацию дала просто для общего, ну для новичков, у которых информации еще меньше, чем у меня. Я вам просто скажу, что с баклажанами поступайте, точно так же, как с перцами, вы не ошибетесь. Сеять раньше, чем томаты, сеять в такой последовательности, сначала поздние, потом средние, потом ранние. Если живете в холодном регионе, откажитесь от сортов поздних с длительным сроком вегетации. И если у вас нет такой сильной любви, фанатической, яры, то лучше на ранних сроках, в январе, баклажан вообще не сеять. Вырастить будет очень тяжело, займет у вас много сил, много терпения. И в результате, если рассада не получится, будет только разочарование. Потом я еще расскажу, как выращивать с пикировкой и без пикировки. Потому что культура очень нежная, при пикировке можно повредить ее. Но на этом все. Баклажан выращиваем так же, как перец. В нашем сибирском регионе высеваем с 1 по 20 февраля. И в крайнем, в крайнем случае, конец февраля, начало марта. Это скороспелые и очень ранние сорта с маленьким периодом вегетации. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это такая небольшая обзорная, обзорный урок про баклажаны.